В Балашове работникам местного коммунального предприятия недоплатили почти миллион рублей. Крупная сумма набежала за несколько лет, в течение которых люди не получали положенные по закону надбавки за вредные условия труда. Сотрудники выполняли свои обязанности и в жару, и в холод, и в ночное время, часто в экстремальных условиях, но не знали, что за это им полагается материальная помощь. Здравствуйте, это программа «Законные интересы», я ее ведущая Жанна Марченко. О том, что руководители предприятия допустили грубые нарушения трудового законодательства, стало известно в ходе планового визита прокуратуры. Работники надзорного ведомства проводили очередную проверку качества питьевой воды, в рамках которой организовали и личный прием граждан, которые в этом процессе задействованы. Тогда-то и выяснилось, что коммунальщики получают урезанную зарплату. Наша съемочная группа отправилась в Балашов и пообщалась с теми, чьи права, наконец, восстановлены. Вода поступает со смесителя в камере реакции, где происходит хлопьеобразование. Оттуда вода проходит на отстойник, отстаивается и затем на скорые фильтра. Фильтровальный блок – самое сердце Балашовского водозабора. Масштабное сооружение, по словам начальника станции, построили почти 40 лет назад. И с тех пор технология многоступенчатой очистки почти не изменилась. Да, за эти годы оборудование несколько раз модернизировали, но за питьевую воду по-прежнему отвечает в первую очередь кварцевый песок. В каждом фильтре, а их здесь 8, засыпано по 60 тонн. Система, она стандартная по очистке? Да, я вот, в принципе, читал, смотрел, там стандартная. Единственное, там количество фильтров может быть больше, сам объем фильтров больше, а так вот технологический процесс, в принципе, один и тот же везде. Сегодня водозабор на берегу Хапра, часть муниципального казенного учреждения, городское ЖКХ. Это одна из крупнейших в Балашове ресурсоснабжающих организаций. Специалисты отвечают за все, что связано с холодным водоснабжением. В том числе устраняют порывы и другие аварии на коммунальных сетях. И делать это сотрудникам часто приходится в сложных условиях. Непредвиденная ситуация случается и ночью, и в сильный мороз. Есть и много других нюансов. Ну, то, что там и по канализации бывает, по всему по этому, там же газы все в этом роде идет. Ну, и так работано и на морозе, и везде. Ну, мы работаем, в принципе, и зимой в ледяной воде, как бы. Ну, мои обязанности включают для того, чтобы для прокладки новых траншей, для прокладки водопроводных сетей, либо для устранения порыва на линии. Машинист-экскаватор Павел Горячев рассказывает, трудовую книжку здесь завел еще в 2007 году. За это время зарплата, конечно, выросла, но ни о каких надбавках он не слышал. Ну, получали мы аванс по ручку, как бы, а вот о том, что о дополнительных каких-то надбавках, выслугах, ну, мы не думали. Теперь об этом знают не только он, но еще больше сотни его коллег по коммунальной службе. О том, что руководители не проинформировали своих сотрудников и лишили их, пусть небольшой, но честно заработанной надбавки, выяснилось в ходе проверки, которую работники Балашовской прокуратуры провели на предприятии. В прокуратуре города Балашова осуществляется системная деятельность в части осуществления проверочных мероприятий на предприятиях города. В частности, в текущем году проводилась проверка качества питьевой воды, поставляемой жителю города Балашова. В рамках проверочных мероприятий также осуществлялся прием непосредственно работников МУП Балашовской ЖКХ. В ходе личного приема было установлено, что в силу своей трудовой деятельности им приходится сталкиваться с вредными условиями труда. В ходе проверки выяснилось, что руководители городского ЖКХ обо всех этих выплатах знали, но почему-то включили дополнительные 4% от зарплаты в минимальный размер оплаты труда. Таким образом, вместо того, чтобы стать дополнительным бонусом, деньги просто растворились в окладе. Были заложены, то есть, они были заложены, мы были категории этих людей, которым именно в минимальный размер оплаты труда. Вот это была наша ошибка при составлении именно штатного расписания. То есть, мы должны были доводить до минимального размера, а уже плюс на это, то есть, платить 4% именно за вредность. Это суммы небольшие, то есть, здесь вы сами, то есть, 100 с лишним работников, то есть, этот период получается у нас с 1 ноября 2019 по 31 декабря 2022 года. В ходе прокурорской проверки в отношении каждого сотрудника была дана оценка вредности его трудовой деятельности. Уже в зависимости от категории установлен коэффициент дополнительных выплат. По каждому отдельному случаю прокуратура направила исковые заявления в суд. Пришлось очень кропотливо высчитывать каждую отдельно взятую сумму по каждому отдельно взятому месяцу с периода 2021 года по настоящее время, чтобы провести перерасчеты. Соответственно, суммы по каждому гражданину, по каждому работнику являлись разные. В одном случае это было 2-3 тысячи, когда работают недолго. В другом случае это доходило до 15-18 тысяч. Конечно, обрадовались. Хоть что-то. Прибавка. Если это положено, то все, что мое, должно быть и мне принадлежать. Лишние деньги никогда лишние не бывают. А вы уже потратили 12 тысяч на что-то? Конечно, уже давно. На что? На что? На семью. В общей сложности перерасчет сделали на сумму в почти миллион рублей. Самое главное, после этой истории руководству пришлось поднять трудовые договора сотрудников и привести каждый из них в соответствие. Сами же работники каждый месяц могут видеть размер своей надбавки. Ведь цифры теперь, как и положено, прописаны в расчетках. Теперь к другой теме. В школах Саратовской области продолжаются внеплановые проверки качества питания. Накануне учебного года работники прокуратуры и Роспотребнадзора уже побывали абсолютно во всех учреждениях. Однако сейчас началась так называемая вторая волна. Дело в том, что в надзорное ведомство поступают жалобы от родителей. В основном они касаются школьного меню. Наша съемочная группа присоединилась к одной из проверок, которая прошла в Энгельской школе имени Гагарина. Расскажем, чем она завершилась. Вот это вот 200 грамм. Это норма для ребенка. Мы перекладываем в свою баночку, переливаем. Точно так же повторяем со вторым блюдом. То есть во вторую баночку. Отсюда с кухни комплексный обед отправится в лабораторию. И первое, и второе блюдо проверяют на калорийность, а котлеты еще и на качество термической обработки. Такие пробы сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии отбирают для того, чтобы составить полную картину качества школьного питания. Мы отобрали пробы на калорийность и полноту вложения. Эти пробы пойдут в лабораторию с меню-раскладкой. Калорийность показывает отклонения. Допустим, белки, жиры и углеводы. Ну, соответственно, там будет показана калорийность. Ну, насколько она там соответствует. По санпину, например. То есть должно быть определенная калорийность? Обязательно, да. И там у нас обязательно возраст от 7 до 11 лет. Однако оценить организацию питания можно еще до того, как еду разберут под микроскопом. В ангельской школе имени Гагарина сегодня целая делегация. Проверку по просьбе родителей организовали работники прокуратуры. Им важно убедиться в том, что в процессе, начиная от закупки продуктов и заканчивая раздачей, нет нарушений. Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора досконально изучают документацию содержимое холодильника в состоянии пищеблока. Во время проверок смотрим обязательно соблюдение санитарных требований, законодательство о техническом регулировании, чтобы не было пересечения процессов, сырые продукты не пересекались с готовыми, чтобы соблюдались условия хранения, сроки годности продукции, также условия приготовления пищи, все по процессам, по цехам. Мы обходили, соответственно, пищеблок совместно со специалистом Роспотребнадзора. Было сделано ряд замечаний, выявлены недостатки, которые лягут в основу мер прокурорского реагирования. И я уверен, что безотлагательно данные нарушения со стороны организации будут устранены. Конечно, в ходе таких проверок прокуроры обязательно общаются и с представителями родительских комитетов, и со школьниками. Ведь кто, как не они, сами смогут рассказать, вкусно их кормят или нет? Вкусно, нравится здесь кушать? Да, очень вкусно. Чем обычно вас кормят? Ну, кормят борщом, разными супами, очень много всего. На второе что вам дают? На второе обычно котлеты, гречку, например. Ну, короче, здоровое питание. Правда, по словам педагогов, мнение ребенка о школьном завтраке или обеде может меняться, собственно, от того, что именно им подадут на стол. Да, меню составляют на 10 дней вперед, оно не должно повторяться, быть правильным по рациону и вкусным по составу, но на всех все равно не угодишь. Ребенок кушает преимущественно ту еду, которую ему готовят дома. То есть, если дома принято готовить каши, запеканки, всякого рода пюре, то ребенок и в школе их будет кушать. Очень часто ребенок, допустим, увидев запеканку, он не всегда знает, что это такое, и приходится уговаривать и рассказывать ему, что это вкусно. Дети любят, когда даются к завтраку, например, дополнительные яблоки, печенье, пряники, как и любой ребенок. Но дети, которые получают обед полноценный, с удовольствием съедают и супы, потому что они у нас всегда горячие. Любят дети котлеты, любят дети гречку, несмотря на то, что, казалось бы, крупа. И, конечно, хорошо едят макарошки с сыром. Это прям всегда уходит. В этом году организация школьного питания претерпела ряд изменений. К примеру, теперь процесс стал максимально публичным. Каждая школа обязана ежедневно размещать на сайте абсолютно все блюда, которыми планируют кормить детей. Описание продуктов должно сопровождаться и фото. Информацию по желанию мониторят родители и в обязательном порядке представителей Минобраза. Причем как местного, так и федерального. И если чиновники увидят несоответствие СанПино, также направят обращение в прокуратуру. В следующих программах вас вновь ждут громкие судебные разбирательства, актуальные проблемы жителей и невыдомная история. А на сегодня у нас все. Мы желаем вам только законных интересов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова